Я предполагал, что будет такой матч, непростой матч, это два момента, это солнце, и ясно, как-то непривычно было играть без зрителей, но нужно играть, потому что как бы иногда такая атмосфера была, как, знаете, камерная. Скажу так, матч был настолько интересный, захватывающий, потому что с обилием моментов, созданных двумя командами, я бы назвал это больше, чем открытый футбол такой, где, ну, команда, одна атака сменялась, другой атакой, постоянно туда-сюда, игра все время быстро перемещалась, быстро двигалась. Две команды проявили хорошую организацию игры и волевые качества, такую, ну, скажем, вышло солнышко, и парить начал, и поэтому было очень тяжело играть. Поэтому поблагодарю команду соперника, очень хорошая команда, хочу, чтобы этой командой мы встретились дальше, и пожелаю, зная свою ситуацию, пожелаю своему коллеге держать эту марку сильной команды. Спасибо. Есть ли вопросы? Мы забываем, пожалуйста, представляться. Какое СМИ? Ну, давайте, Слудск ТВ. Во-первых, к двум тренеров, наверное, вопрос, как у вас ситуация сейчас в коллективе? Не мешает ли обстановка нынешней в стране на игру в футбол? Ну, скажу так, что, сразу говорю, футбол вне политики, но все равно это все сказывается. Но сказывается первое, не было зрительно. Все равно, хочешь не хочешь, все сейчас и телевидение, и интернет смотрят. Но я считаю, что вот тот футбол, который сегодня был такой быстро, динамичный, даже при таком солнце, да, и с обилием голевых моментов, подтверждает о том, что все-таки ребята двух команд относились профессионально к своему делу. И, значит, я знаю, что Николаевич просил, мы разговаривали перед матчем, как ситуация. Я просил, что ситуация не должна повлиять на вот саму игру, само вот, ну, желание играть. Понимаете, если нету желания играть, тогда не надо играть. Но сегодня я увидел, что две команды желали играть. И еще раз поблагодарю две команды. Из Новоминской, Слуцк, они играли, пытались играть в футбол. И как бы это тяжело тебе не было, и помимо физически тяжело играть, психологически тяжело играть, но нужно играть в спорт, и есть спорт в любых условиях. Дождь, солнце, снег, грязь, слякоть, понимаете, и идет чемпионат. Почему? Потому что, ну, туры пропущены, а нужно будет где-то играть, все равно догонять. Это самое сложное. Спасибо. Еще вопросы? Александр Кубовский, Беларусь. Для Анис Соловьев. Вопрос. 27 августа будете отмечать день рождения в Еврокубках. Пят, оценить соперника. Давайте доживем до 27-го. Тут такая, как говорится, дожить. Я всегда про галстук, знаете? Ну, вот, интересная ситуация. И у меня такой день рождения, ну, знаете, уже начинается, ну, к 70-ти ближе. Это у детей, там, шарики, там, праздник, жизнь впереди. А я, как говорит реалист, мне наоборот, если потодвинуть, наоборот, лет 20 назад было бы лучше. Что касается Пяста, очень сильная команда, да, ну, как бы, очень сильно, сильно организованная по исполнителям. Ну, что делать? Ну, попался Пяст, будем играть Пяст. Ну, в любом случае, интересно будет играть против такого соперника, соседей тем более. Понимаете, правда, они там возле немецкой границы, далековато. Но эту команду так, ну, я следил за ней и раньше, знал, для Вице-5. Поэтому будем готовиться в 27-м. Это все ни при чем-то. Игра есть игра. И еще по чемпионату, да, вопрос. Вот видите, какая плотность, и вверху там, и внизу, по сути, 3, и меньше 3 остается до завершения. Вот с чем это связано? Поднялся уровень белорусского футбола? Ну, в любой матч, ну, скажем так, когда есть такая плотность, значит, поднимается уровень. Вы должны все это прекрасно понимать. Как бы тебе не было там. Когда легко, это всегда легко, и уровень падает. А когда ты приезжаешь в любой город белорусский, играешь с любой белорусской командой, получаешь огромное сопротивление, уровень футболистов растет, он не падает. Когда есть проходные матчи, тогда, естественно, уровень падает. Поэтому я считаю, что уровень чемпионата есть, ну, с какие-то, но уровень чемпионата очень серьезный. Я еще могу задать. Скоро национальные сборы стартуют. Я знаю, что... Вам надо вопрос задать. Сейчас мы вернемся. Кто старше, кто размазывается. Я к нитренерам хотел обратиться, наверное, о хорошем поговорить. Из Динамо Минск два человека в сборную, в состав объявили Швецова и Бахара. И в Слуцкой никого. А вы сами можете кого-то отметить, кого бы вы в сабсборную национально включили? Ну, я скажу так, да. Советовать каких-то игроков предлагать, тренеру. Тренер национальной сборной должен внимательно следить за всеми игроками чемпионата. Не только этого, но, скажем, и отслеживать все характеристики игроков. И отслеживать... Ну, там многое, что надо отслеживать, понимаете. Игра в разных позициях. Поэтому советовать здесь очень тяжело. Почему? Потому что сборная есть сборная. Тренер сборной есть тренер сборной. Нужно уважать решение сборной и тренера сборной. Вот так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok